МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свою любовную передачу совсем противоузнаю. Это там за Соня. С Соню какую-то там, понимаешь? С какой-то Соней по средам со мной, а в другой день с какой-то Соней, понимаете? Ляма ходит. Ну, простите меня. Федору и Соню. Пожалуйста, не пишите больше этой Соней. Пишите, пожалуйста, мне и Федору Кренцовичу просто мне. Дело в том, что... Объясню вам сейчас. Напишите мне, пожалуйста, если вы видели Федора с какой-то Соней, напишите мне, пожалуйста, опишите ее подробно, чтобы я знала, что за Соню будет. Здесь есть письмо, агрессованное Соне и Феде. Вот смотрите, что творится с тех пор. Вот Соня здесь даже нарисована. Вот ее нарисовали. Можно я встану перед ней на колени сейчас? Вот изображение этой Сони. Можно я попрошу? Можно я попрошу? Нет, прощения тебе не будет. Я прошу тебя, прости меня. Я переклянусь на письмах. Это почти что священное... Сонечка простит Мармеладова. Какой ужас. Сонечка Мармеладова опять в питерские дела пошли. Итак, мы находимся в Петербурге, столице самой лучшей, самой профессиональной музыки. И сегодня проходит церемония вручения премий музыкантам, самым лучшим музыкантам 2000 года, на которую мы сейчас посмотрим вместе с вами. Давайте заглянем сюда. В последние годы в нашей стране сформировалось новое поколение музыкантов, которые отправили всех эстрадных звезд в отстой. Это новое поколение сегодня торжествует свою победу. Эта премия на сегодняшний день альтернатива попсовой овации, главной, но не авторитетной российской музыкальной премии, где, впрочем, призы отнюдь не отражают реальные картины музыкальной жизни. Питерская антиовация, премия, основанная петербургским музыкальным журналом, собирает те, кто создает музыку нового времени. Может не подействовать красочка. Не все сегодняшние коллективы симпатичные. Они индивидуальные, поэтому очень интересные. Конечно, паровозом была Зенхира. Да, это самая честная премия. В какой вы номинации? Лучшая новая группа. Лучшая новая группа. Лучшая новая группа. Хулиганские мультфильмы в количестве пяти человек – наши любимые герои. Они тоже из Питера, их первая пластинка выйдет этой весной. И если вам придет в голову, как она может называться, пришлите письмо в адрес нашей программы, и мультфильмы, возможно, вступят с вами в переписку. Сегодня, чуть позже, вы увидите фрагмент их нового видео. Клей конверта загибает, закрывает, и в почтовый опускает ящик. Происходят в мире перемены. Это не накладывает никакого отпечатка? Откладывают отпечаток, толкают к чему-то более светлому, хорошему, жизнеутверждающему, такому, миролюбимому. То есть хочется людей отвлекать от этого всего, от того, что они видят по телевизору, вот эти всякие кошмары. Хочется, чтобы у них была альтернатива вот именно этому. Это мне напоминает декаданс, вот как было в начале этого века, да? Пока не грохнулся, в 14-м году, потом в 17-м году, да. Как раз вот, про что ты говоришь, стык веков. Конец века, естественно. Конец века, начало следующего. Заканчивается, как правило, плохо вообще. Да, и закончится. Для элит, для богем, для элиты. Это для всех плохо закончится. Ну, что же делать. Пессимисты. Да, нужно жить красиво, может быть, недолго, но красиво. Я тебя крепко обниму, Красиво песенку спою И теплым пледом обернув, уложу. И ничего, что ты молчишь Я знаю, знаю, милая, ты спишь Как хотел бы я с тобой погулять Красота болезненна? Красота болезненна. Люди сходят с ума от этой проблемы. Как насчет того, что красота спасет мир? Вот как насчет этого? Достоевич? Ну, да, Достоевский сейчас, конечно, актуален, но боюсь, что он заблуждался. Не спасет? Боюсь, что нет. Пессимист. Не спасет? Мне кажется, спасет. Сейчас посмотрим, за кем останется последнее слово. У меня вот все никак руки не доходят до этого толстого письма. Тут написано «Семейки Адамс». Если кто-то не знал, что мы, это они. Да, кстати, когда вы пишете нам письма, Пожалуйста, пишите на конверте «Семейки Адамс». Пожалуйста, Тоня, Тоня. Ой, слушай, красиво. Тоня. Послушайте, разговаривай с человеком. Одни только гадости. Я же блондин, ребята. У меня же светлые волосы. Ну, вот эти осветные уши как раз. Твои уши. Не ковыряюсь я в нас. Это гибрид. Если кто не знал, что Федя в прошлой жизни был чебурашкой, то теперь вы в этом можете нагласно убедиться. Ну, если кто-то не знал, что Тоня в прошлой жизни была ростом от горшка два вершка. Это в масштабе, между прочим. И практически все время... Я правильно. Масштаб 1 к 16. До 16 старшего. Смотрите, я напоминаю. Хорошо. Итак, сейчас программа до 16 старшего вновь отправляется в город Петербург. Нет? Да. Питерская антиовация обнародовала 5 номинаций. Помимо победителей, на сцену во время концерта вышли гости Найк Борзов, группа Ленинград, группа Чечерина. 10 тысяч зрителей. Малая часть всеувеличивающейся армии фанатов нового поколения российской музыки, столица которой, видимо, перемещается в Петербург. Что значит перемещается? Он куда-то перемещался в другое место, интересно? Он всегда здесь оставался. Первый рок-клуб здесь был организован впервые в Советском Союзе в 81-м году. И все, ну, столпы, там, ветераны российской рок-сцены, они же исторические, там, находятся вот на этой земле. Я пользуюсь этим городом для перемены своего состояния. Я сюда приезжаю, окунаюсь в другую совершенно какую-то жизнь и в другую архитектуру. И все мне здесь очень нравится, по крайней мере, первое время. 10-15 лет назад Петербург со столицей рок-музыки. ДДТ, Алиса, Гребенщуков. Сегодня отсюда вышли сплин, мультфильмы, танцы, минус. А география столиц новой музыки пополнилась названиями Владивосток, Уфа, Новосибирск, Урал. Концерт сегодня заканчивается, награждение. И, собственно говоря, с завтрашнего дня мы начинаем думать о совершенно других проектах. Все. Мы друг друга поздравим с успехом и, засучив рукава, займемся другим делом. Ой, у меня дует в спину, кстати говоря, мне очень холодно, я могу заболеть. Узаподные звезды, поскольку у меня была практика общения с ними, на голову выше наших, в первую очередь, не по своим профессиональным качествам, а по отсутствию снобизма звездного, они проще все, в жизни легко идут на контакт, никаких амбиций. Но нашим ветеранам не мешало бы поучиться. Какой же это андеграунд? Это просто поапсация какая-то. В следующем году, а может быть в конце этого, появится новая звезда, которая станет властителем Дума. Миллионов российских слушателей. Так, исходя из чего ты вот сейчас такую гипотезу выдвигаешь? Это тенденция, тем более наступает на пороге 21 век. 2001 год это вообще будет судьбоносное время. Как в 91 году мы получили нирвану, так возможно в 2001 году мы получим какую-то новую российскую нирвану. Во всяком случае, я в это верю. Премии в Питере получили лучшая группа «Зимфира». Дворами темными, в журналах ино, среди друзей в день, когда нашла, сумма сошла. «Муми и тролль». Лучшее видео 99. Песня года. Группа «Сплин» «Молоко и мед». Лучшая новая группа. Группа мультфильма. А рисунки нам твои понравились, Ириша. Шли еще, потому что пока Федор. Федор, у меня есть к тебе очень серьезный вопрос. Я тебя тонечку крепко обнимаю и целую. Кто меня обнимает? Гришка? Иришка. А вот у меня на ту же тему есть письмо для тебя. Моя подруга Валя, пишет нам, Юлия из Красноярского края, любит одного пацана, у которого кличка плоский. И он ее тоже любит. Но ни один и ни другой не хочет подойти и объясниться. Она очень скучает по нему, а он гордый. Что бы ты сделала Тоне, если бы у тебя была такая же ситуация? Пожалуйста, пожалуйста. Что бы ты сделал с Тоне, если бы у тебя была такая ситуация? Я бы взял бы Тоню, накрыл бы ее покрывальцем. Может быть, вы пришлете какой-то рецепт, объяснение в любви в адрес нашей программы. Не забывайте ставить на конверте пометку Мекки Адамс. Это самый главный момент нашей программы. Мы наконец-то сообщаем вам наш адрес. Наша программа подходит к концу. Раз, два, семь. Ноль, ноль, ноль. Москва. Улица Академика Королева. Фантастика. Я всегда забываю дом. Ну, ну, ну. Еще немножко, чуть-чуть осталось. Двенадцать. Молодец, гениально. Ты сделал это, молодец. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Всего хорошего, пока. Мы с вами прощаемся. До следующей среды. Дайте, зайти, видела мне слова. Дайте, дайте на дна. Я намалюю той день, Те летаю, и той день, Не спеваю я. Дой день, Дой день, И побачу чайку. Я в полоте, а в небе, Не в полоте, а в той день. Дой день, Я намалюю той день, Те летаю, и той день, Не спеваю я. Дой день, Дой день, И побачу чайку. Я в полоте, а в небе, Не в полоте, А в той день, В той день, Дайте мне листок.